приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала с вами Владимир и мы продолжаем проходить европу 4 закуску так немножко я прокрутил время я начал присоединять первого сала также наш правитель у нас уже есть правитель идти довольно таки хороший мы ним не будем рисковать в войне потому что нету наследника чарка скушала пока хэс ну и мы будем воевать сейчас против лимы у нее союз с киту захватим лиму лосалом назначим чтобы они туда осаждали там ну как то так сейчас вернем вот из чарки то есть чачапои дипломата так как там наша торговля нормально идет тут даже больше стало уже вижу так и что у нас тут по автономии спадают потихоньку спадают спадают так 106 человек в месяц получаем да у нас беспорядки минус 074 почти нет я у я нет уже беспорядков тут есть беспорядки думаю спадут так и объявляем войну столько сохранимся как всегда перед войной это делать всегда желательно не знаю будет ли эти две тысячи сверх лимитом не так объявляем всего лишь 20 дип очков опошлось чачапои так вот что завоевание это по заданию какая разница завоевание так и наносим удар так лосава вам задание общее осады так сейчас посоединиться сюда чему пойдет сюда пойдет кахомарка сюда пойдет наверно ну че че про и не обязательно давать такое задание хорошо так успеем 28 июня ну пойдем сюда подумаешь куда вы не убежите вот второе агентство сейчас разобьем их так и надо бы отношения с кахомаркой или с чему ну давай кахомарка улучшим наверно надо будет тут сделать пару претензий чтоб было ну вот это присоединить эту провинцию а тут может сделать вассалом 59 чарка мосавы все сюда идут зачем так мы тут на осаде оставим тысячу и идем ух ты там 9000 сюда потихоньку не пришли сюда осаждать так давай соединение разрешаю чему воюет и чему разбивает их кстати интеграция долгий процесс на 10 лет тип репутации минус 3 плохо престиж вырос посмотрим конечно автономия высокая 85 процентов но все равно так что они там отступили да но мы тоже пойдем туда же в их столицу и все сюда а у нас появилось 2000 кстати что-то у нас по лимиту у нас 1000 лишние да мы сильно за это переплачиваем буду не очень пока только чем нормально осаждает сейчас эти 3000 хочу разбить чтобы они уже нам не мешали не успели убежать разбили еще вот эти 9000 в джунглях успеем же конечно успеем только вопрос успеет ли они убежать ну сейчас разобьем их уже в кита мы добьем да добили полностью половинка армии идет сюда что-то наш базовый налог 8 сейчас захватим все пробки лиму себе заберем а накид у нас уже есть свободные для вассала свободное место так чему чему тут улучшим отношения на чему а нет надо назвать и сделать претензии вот сюда на колу они с чаркой дружат чарка дружит с колой давай сделаем претензию пусть будет дешевле будет национализировать есть ли мы взяли да все хорошо пойдем на вот эту территорию постоим там можно даже соединение разрешить так есть взяли дом и горы в кито так революция в земледелии че-че пояс количество рекутов или базовый налог не рекутов не рекутов нужны то рекутов совсем не ахти ну пока рекутов тоже не появилось возможно лучше был базовый налог так тут на что-то слишком много до стоит с половиной армии отведем сюда вот эту свою начальником а вторую часть так заговор вождя против правителя тупак шакур наш религиозный надзиратель раскрыл заговор согласно которому один из мелких вождей нашего государства хотел покуситься на жизнь монарха тупака с помощью золотого бога лаки несмотря на сомнительность реакции реального ущерба для здоровья короля надзиратель предлагает сделать из этого вождя образец худший разновидности предателей и принудительно удалить вовлеченного уаку куэра он станет тут лояльный вождь автономия ну давайте там 4000 восстанет а сейчас нас осадный корпус оставим тоже тысячи тут можно только да на эту армию сюда пусть идут джунгли вот сюда 3000 еще заведем сейчас давайте конечно дипвес но что то не очень соединение там не захватили еще блин все равно ходят с нами так наш прибыл час справляется в яму чувак так что там разжигают волнение жильцы вабанкай да жильцы мелкого бога сейчас закроем а то слишком громко жильцы мелкого бога лаки вабанкай распространяют отрицательное мнение мнение о нашем правителе говорят что мы медленно повышаем власть инти ущерб остальным богам лак к счастью большая часть наших подданных не столь глупа чтобы верить этим беспочвенным обвинениям на одной из племен региона обанкай поддерживают жрецов и теперь требуют от нас гарантии сохранности их богов и их народа так сменить место жительства так авторитет националисты восемьдесят тысяч поднимется да сейчас разобьем вот эти гаденышей так соединимся идем вабанкай разрешаем соединение даже так есть у меня разоблачение нашего дипломата еще хочу так есть на кого получили и на чапку наверно эти две провинции в принципе нужно забрать себе так есть ну давай этим жрецам место только в яме Санкакан Чи авторитет получим что у нас пониженный боевой дух какие то взяли конечно генерал у нас просто жесть ну что поделаешь так сто процентов дипломат возвращайся домой так вот это тысяча возвращайся сюда семь четырнадцать тысяч можно содержаться так так и подписываем мерфи денег нам в принципе от них не надо с ним ну не понял 14 так как у них жестоко нет что забрать у них коэнку отдать ее чими или отдать вот этим ребятам кахоматки ну учима есть претензии торговля троечка троечка базовый наук ну ладно тогда дадим чему наверно эту пробку сейчас будем подписывать мер давай вот этот чими даем блин они все равно вассалом нашим не будут ты забираю значит сначала ладно это отдаем своему вассалу развиваем получу репарации еще получу ну и как-то так наверно заберем пробку а потом и за вассали и присоединил по-другому пока никак или можно будет это если я выйду к морю до их просто присоедините к себе ну отправляем требования поинку забирают себе наши товарищи она стоит 62 админка админочка так так полное присоединение да некоторые там что-то обидится отправляем требования так выполнены задания национализируем пробку так не хочу восстановить людские резервы было бы неплохо так завоевать эту провинцию 15 админок да я буду воевать в будущем так вот сюда я иду поставлю свои войска так что у нас по лимиту все таки одна тысяча лишние но вот это давай так по ходу тоже вам что проходите ораковые предсказания мир иногда бывает очень жестоким местом а судьба может сложиться удивительным образом к счастью у нас есть боги и уарки помогающие нам толковать будущее если же оно оказывается слишком сложным для восприятия лак в андах есть и другие оракулы но перед тем как поделиться своими видениями им требуется достоин и дар тупак в последнее время отяготится многочисленными сомнениями так что возможно самое время обратиться к без знаменованиям посоветоваться престиж тут будет патча камак а первым тебе мак 80% вероятность ответа да давай патча камак так стаба и престиж очень хорошо то может пропасть если что макея так так дипломат 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 давай отношения лучше конечно еще надо улучшать с чимой тоже повстанцы видите вылезли не могут они удержать так а что наши наш вассал чему желание свободы у них невысокая как камарка побольше будет так как уилла 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 в союзе с кито чё это не надо отношения с ними улучшить какого-то перепугу они заключили союз такой так у нас уже 42 процента видите неплохо мы зарабатываем уже тут вассал что нам отдает 0,15 0,12 тут мне вот интересно а больше сотни тут набирается преклонение беспорядки минус стоимость стабильности минус 0 довольно-таки низкие беспорядки анализируем ее надо будет все-таки под восстановить реку это потому что воевать с чаркой ну вассалы нам поможет у нас вассалы 5-7 тысяч это 12 тысяч еще ненормально в принципе за такой небольшой период мы довольно-таки неплохо присоединяем на себе территории спадает автономия тут тоже скоро будет полноценным заплачивать денежки и реку там давать кстати реку то есть налоги тоже все съедает автономия непризнанная культура что там по культуру вообще у нас у нас какая у нас культура кичуанская и аймарская нам подходит да золотой век культура прекрасно престиж у нас вообще зашкаливает тоже кичуанская да немножко другая ведь опыты так технология откроется деспотия феодальная монархия и альмархическая республика у нас деспотия и так есть давай берем обминку у нас все административная монархия это можно взять и абсолютная монархия какой 20 20 что получается у нас беспорядки минус один это хорошо если лимонас провинция что у нас будет еще одна важная или нет нет у нас прикольные недовольки уже неплохое нас беспорядки хорошо снижает так так-так-так нет у него день брака не будет уже наверно не доделывают но по-любому надо отвоевать повоевать тут есть максимум чьи мы можем так буду делать научиться дженни с уилой правило то по 69 мы сможем кого-то присоединять и думаю скоро мы можем повоевать это хотя бы 6000 иметь быстро разбить наших противников как тут беспорядки национализма тут уже нет ну под упал национализм я вижу еще беспорядки присутствует заголовок те вождя до местные беспорядки понизится и автономия снизится это он велико да планка велика хорошо заведем сюда сейчас армия какой исправит у нас нету еще один брак есть то есть воде сейчас мы наведем порядок интересно какой у нас будет генерал если что хороший генерал на тиск у него намного лучше давайте поставим нашего короля и отправим в яму еще одно засранца перемирие закончилось отлично вернем назад этого командира бездарного так вот так вот у нас повысился повысилось преклонение нас беспорядки понизились соответственно еще но десятую так что напасть на этих ребят ну 6000 хотел думаю возможно 2000 этих быстро разбить набежут набегу то есть и запинают количеством чарку почему бы и нет ох ты 33 43 у нас идет мы можем нанять какого-то советника тип очков не хватает эффективность торговли ну давай на эффективность торговли возьмем ищите припостей эффективность производства еще неплохо бы взять то все таки мы берем больше торговли и голова вода там бонуси всякие ну давай чарках убьем тебе войну у меня сохраняется или нет так дневная война не согласна отдаленная война ну ладно думаю мне вассалы помогут чем можно было бы тогда разрывать уилой союз а потом напасть на нее и завассалить таким макаром хотя если они будут за киту то но у нас день брака все равно нет ладно пусть будут так мы быстро сюда забегаем так вассалы сады так решите сейчас включится да тут чему а тут ахамарка так седьмого на седьмого пройдем тоже наверное убежит кстати две тысячи у генерала больше не я не убежал как-то так разбили две тысячи и стоим на сради сколько там 8000 у чарки сейчас мне вассалы подают и вассалы блин вассалы вы что издеваетесь у нас самостоятельность смотрите 0 0 эмоций вот станции какие-то работает я не понимаю почему они стоят ну ребята кто-то думает мне помогать поддержка ой блин они хорошо захватывают пока дип технология подождет дарят благодарных жителей давай давай в казну блин ну что с вассалы что такое что такое вы задвигаетесь наконец-то или нет пошли наверное домой обид там повстанцев чеш да тут 6000 повстанцев наверно не разбили с ним ту галочку толку от нее никакого зависливо сало и все о мы можем распить их у них низкий бойовый дух 6000 но ничего все равно бойовый дух у них гавно и мы разбили их полностью так где это вот 1000 туда только особенный корпус туда так и пойдем посмотрим что там за у них тут повстанцы тысячу разобьем еще сейчас тысячу разобьем ставим ставим балочки может придут заглючили ребятишки 28-е 12-е марта так идем сюда 8-е марта 8-е марта 19-е марта наверно 1000 надо оставить 20-е марта чтобы осаждали 20-е марта 20-е марта 24-е марта 20-е марта 21 марта Догнали все-таки. Отлично. Сколько кто-то создает минс-14, да? О, басалово начал двигаться, блин, просто, вот цель Чима, тут снимем. Где стоят? Может будет убивать вот этих Жориков? О, наследник наконец-то есть. Главное, чтобы они не пошли на наших. Так, вот сюда 2000 поведем. Так, это партия, это националисты, да? Так, тут взяли. Генера у них такие. Так, итак, молодые женщины, мужчины и женщины Лима. Жильцы провинции Лима беспокоены слишком большим количеством неженатых юношей и девушек в этом районе. Похоже, события сложились таким образом, что выгодные социально-экономические браки здесь практически невозможны, а семьи не хотят соглашаться даже с ними, что уже предложено. Далеко и нередко вмешивается и принудительно организовывается в браке в подобных ситуациях. Возможно, Черногория уже должен что-то предпринять. авторитет, местные беспорядки, снижение нерождаемости. По 5 лет, да? Там все равно, потому что там автономия. И так-то этих рекрутов и много у них капает. Но беспорядки снизим. Как там 17 было, да? Стало 10. Эх, бог тому. Так, тут вассал так и застрял. Так, Сабкрея, тут горы, тут горы, тут блин, везде горы. Чапка. Ну что ты там мне предлагаешь? Я бы хотел тебе сделать вассалом. Ну, не получится. Поэтому я бы взял пару провинций у тебя. Репарации. А, это репарации мне наверно так дают от Куску. Какую прибыль. Что за провинция двоечка, да? И пусть тут националисты продолжают свое темное дело. И тут тоже. Аймарская партия. Так, есть столицу взяли. Аймарская партия. Ну, нет. Тут 12000 как раз. Может быть. 1600. Тут сколько нужно? 1474. Так. Так. Тут взяли. Тут тоже 12, да? 5 нужно отправлять. Ой, ой, не тот, не тот, не тот. Вот этот сюда пошел на осаду. И мы выводим войска домой. У них осадный нет. У них осадный нет. У них осадный генерал. Сейчас поставим осадного. Намного быстрее пойдет дело. Я хочу вот эту провинцию и вот эту. Разве вы вассалом не встаете? Хотя по провинциям 61%. Я неправда не хочу. О, рекруты наконец-то поднимутся. Хоть таким способом, что называется. Так. Улучшить отношения к чему? Восьмерочка. О, взяли. Предлагаем мир. Вот эти две провки я забираю себе. О, уже 71 влияние. То есть поклонение. Влияние авторитет. Так. Это забираем себе. Новая плата репараций. Договоры. Разрываешь. Новые державы. Нет. Они сами создадутся у вас на ваших территориях. Так. Сохраняемся. Перед миром. В репаравке забираем себе. Отлично. Выполнили задание. Сейчас встанем тут. Занализируем. Сразу же. Задание. На потосе. Сделать претензию. Кольчаки. Улучшить отношения. Простише. На потосе. Военные очки. Лучше на потосе сделать. Так. Есть дипломат. Свободен. Полное присоединение. Этой провинции. Только там чуть-чуть объяснение. Этой провинции. Все. Занализация. Вот там беспорядки. В какой еще у нас провинции? Гороха. Ага. Это вот тут. В Лиме. То. Киланако. И Пону. Так. Сюда. Тихо. Тихо. Ребят. И мы можем наконец-то тысячу еще нанять. Так. Тут что? Беспорядки снижены. Но не настолько же. Так. Ну давай. Барки будут уже у нас. Торговая дистанция увеличена. Так. Оплата. Патагония. Так. Мы можем строить уже барки, да? Сколько? Пять. Ну, должны же быть барки. Пехота есть. Корабли где? На втором уровне. Ааа. Примитивные нации не могут строить корабли. Так. С Чиму и улучшили. Скоро будем присоединять Чиму. Так. Тут улучшим тоже отношения. А тут сделаем претензии. на потусе. На потусе. Блин, большие беспорядки. Нужно нанять туда еще один полк. Блин. Как-то так. Растут, растут. Блин, эти беспорядки. Национализм почти двадцатка тут. Ну, сейчас будет рост от усталости от войны падать. Ну, Лима спадает. И тут понемножко вроде бы спадает. Национализация, сколько она там дает. Так. Вот эту пробку. В принципе немного. Тут самое большее. По идее теперь с этими можно будет потом побоевать. племенами. Так. По шести девять, шести четыреста. Да. Можно будет реформы провести. Беспорядки на культурной почве. Так. Доход. Вкуско. Стоимость стабильности плюс 10. процентов. Это на год. Уничтожить пунктовщиков. Мясные беспорядки. Блин. Ладно, вступим в переговоры. Ничего страшного такого не случилось. Уже 2,6 капает. Вот. Скоро военная технология. Земляной вал можно будет строить. Так. Тут соблюдаемся. Так. Ну. Пока нету смысла нанимать больше этих советников. Хотя деньги не есть в принципе. Особо там как бы вот на эффективность производства, защита крепости у меня как-то там так. Угу. Что за задание доступно? Вводить в провинции Патусии. И установить людские ресурсы. 90%. Ну это сложновато. 25-1 иногда. Ну это еще не скоро будет. Это надо воевать спуска для начала. Скиту. Да. У нас страна в куску. Где-то. Видите войну. Вот. У нас есть претензия нашего вассала. Так. Что тут? Беспорядки спали немножко. Стану мы тут. Ну давай заводить провинции Патусии пусть будет. Так. И что тут? 3,8. 0. Ну давайте встанем тут. Ну давай на эффективность производства поставим одного. Если что уволим. то даст нам все таки тоже денежку. Тут немножко есть беспорядки. Полная армия стоит. Вот. 14000 может быть да. Хорошо. Надо как-то немножко их успокоить. Тихо повстанцев. Так. Сколько у нас? О. У нас уже 15 пауков может быть да. Можем еще добавить сюда. Ну и 5. Это качественная шерсть. Эти них много не бывает. Ну ладно. Продолжим в следующей серии. Я подготовлюсь наверное к войне с Кито. Их можно в принципе завассалить. Уже. О. Покахас выделился. Отлично. Нужно будет его тоже скушать или завассалить. По вот этим сколько тут нужно еще нам. Уануку. Кахамарка. Так. Чан-Чан или Кито. Его делают. Чан-Чан это вот тут. Присединить надо. Чиму. Я думаю чем он будет присоединять. Получу вот эти все прибрежные территории. Будет у нас больше уже доход. И тому подобное. Пока беспорядки не особо хотят падать. Ну что поделаешь. Можно попробовать жестокое обращение. Сделать им. Но нет еще. Один полк. Занят тут эти провинции. Сюда довести до 14 тысяч. Догнать армию уже. А что у нас по отношениям. Ну отлично. Ладно. Продолжим уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Всем пока.